Добрый день Владимир Николаевич, добрый день уважаемые слушатели и публичные слушания. Я являюсь главой одного из районных центров села Белояр. Наше село в 2018 году отметило 170 лет со дня основания. В нем проживает более 12 тысяч человек. Для повышения качества жизни населения Белоярским сельсоветом создано и исполняется множество муниципальных программ. Сельсовет принимает активное участие в реализации различных федеральных и региональных программ. За последние два года удалось привлечь более 381 миллионов 420 тысяч рублей бюджетных и внебюджетных средств. Хочу подчеркнуть, доходная часть бюджета Белоярского сельсовета в 2019 году было 37 миллионов. В 2020 году планировали 39 миллионов рублей, но в лучшем случае, наверное, будет 25 миллионов рублей. Хочу напомнить при этом, что при нашем небольшом бюджете мы все равно являемся бездотационным самодостаточным муниципальным образованием. Кратко хочу доложить по программам и на что мы сколько получили. Напомню, Белоярский сельсовет в свое время первые в республике за счет средств инвестора без затрат бюджета выполнили энергосервисный контракт, позволившись снизить затраты на электроэнергию в 4 раза. Вместе с тем увеличив почти в 3 раза количество современных светодиодных фонарей уличного освещения. И по программам. Государственная республиканская программа развития транспортной системы Республики Хакасия в 2019 году освоена 5 миллионов 800 тысяч рублей, в 2020 году выделена 5 миллионов 500 тысяч рублей. Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия, обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг 9 миллионов 700 тысяч рублей. В рамках национального проекта «Экология» в этом году заканчиваем строительство нового водопровода стоимостью 70 миллионов рублей, в 2019 году мы освоили 33 миллионов рублей, в 2020 году 36 миллионов 500 тысяч рублей. Вот эти цифры, которые я сейчас буду и далее говорить, я еще раз напомню, что наш бюджет, мы самые достаточные, наш бюджет в 2019 году был 37 миллионов, а в 2020 году планировали 39, но где-то соберем 25. И про какие цифры сейчас вам говорю и напоминаю еще раз. В рамках федеральной программы формирования комфорта городской среды освоено 7 дворовых, обустроено 7 дворовых на квартирных домах, 5 общественных территорий, в 2019 году освоено 6 миллионов 200 тысяч рублей, в 2020 году 5 миллионов 900 тысяч рублей. Национальный проект «Безопасная и качество автомобильной дороги» в 2020 году мы получили 10 миллионов 890 тысяч рублей. Программа «Пересеяние граждан» из аварийного жилья 5 миллионов 608 тысяч рублей. И с 2020 года у нас заработала еще одна государственная программа, это комплексное развитие сельских территорий. В ходе реализации данной программы у сельских поселений появилась возможность закрыть целый ряд проблем, которые долгое время оставались нерешенными. В Белом Яре в рамках реализации госпрограммы начато строительство очистных сооружений стоимостью более 250 миллионов рублей. В этом году по контракту мы должны сдать в эксплуатацию этот объект, и мы это, конечно, обязательно сделаем. И сделаем раньше срока. У нас контракт подписан до конца 2020 года, но я думаю, где-то в октябре месяце мы сдадим полностью, сдадим в эксплуатацию этот объект. Также по этой программе начатся работы по сооружению спортивной хоккейной площадки стоимостью более 3 миллионов рублей. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в рамках данной госпрограммы мы сможем решить вопрос с ремонтом дорог, проведем освещение в новостройках, заменим магистральную канализационную сеть, износ которой составляет более 90% и решим ряд других насущих проблем. Главное то, что теперь мы можем реально рассчитывать на помощь государства и бюджет Республики Хакасия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.